После этой школы шведская система очень легко. Мой старший ребенок на сегодняшний день тоже проходит обучение на экономическом комплекте в Томске государственного университета. Работаю в университете города Сиракузы. Для меня те эмоции, которые я получала там, тогда, в тот момент, они во мне. Очень-очень рад, что я являюсь выпускником. Пуденчество – это лучшие годы жизни каждого, на мой взгляд. С 2017 года Ульяна Стрижова, выпускница факультета журналистики и психологического факультета ТГУ, руководит Томской региональной общественной организацией «Вместе». Она помогает пациентам с онкологией, поддерживает их семьи, создает группу взаимопомощи, а также устраивает благотворительные концерты. Ульяна росла в творческой семье. Бабушка – учитель русского языка и словесности. Мама – журналист. А сама Ульяна любила рисовать и даже хотела поступать на художника-оформителя. Вот только специальность в год ее выступления закрыли. Ульяна решила менять направление, и поэтому уже следующим летом поступила на отделение журналистики филологического факультета ТГУ. В университете Ульяна сразу ощутила разницу в подаче материала от школы. Она отличалась большей наполненностью, большей духовностью. Параллельно девушка заинтересовалась психологией, начала посещать курсы и семинары. Что мне дало мое образование, обучение – это, конечно, возможность найти нужную информацию. Это возможность с ней нужным образом распорядиться. Это возможность найти нужный контакт. Я просто понимаю, что необходимо в данном случае нашему сообществу, и я это могу организовать. Ульяна завершила свое обучение по семейной психологии и пошла работать. Вела детско-родительские клубы, группы для детей, поработала школьным психологом, а после вышла на организацию вместе. Она помогает людям с диагнозом рак. Ульяна стала председателем организации, а после получила образование еще и по онкопсихологии. Первым грантовым проектом Ульяны стал проект о психоэмоциональной поддержке людей с онкозаболеваниями «Мы вместе». Была создана телефонная линия. Психотерапевт работал с группами, а психолог – на личных консультациях. Первый грант Ульяна считает успешным. На второй подали проект благотворительных концертов. А помогал их проводить руководитель клуба «Своя среда» Юрий Миргородский. Проходили мероприятия прямо в отделении химии и лучевой терапии. Сейчас очень много у нас находит общения именно в чате. У нас чат – прям такая большая панацея, потому что он может существовать в любое время. Главное, чтобы существовала сама сеть. Прекрасно общались в их пандемию. Есть возможность обмениваться эмоциями, задавать важные вопросы, получать на них ответы. Тех, кто уже прошел определенные испытания. И те вопросы, на которых у врачей, как правило, нет времени, ответить – это что-то просто, может быть, про себя. Сейчас, когда мы занимаемся разработкой проектов, люди очень ждут, когда возобновятся наши встречи. Они очень ждут этого. Ульяна уверена, для любого человека важно найти такое сообщество, где будут общие интересы и проблемы. А самое главное – не остаться в одиночестве, быть понятым и принятым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!